всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня в моем видео будут цветочные новости хочу показать вам свою красотку мединилу и красавца цикаса ну начнем с красавицы мединилы она меня конечно вообще радует если кто приходит в гости все спрашивают а что это за растение такое и знаете она очень огромная может быть по видео не так видно но размеры у нее уже впечатляющие и тем более очень большие вот эти свисающие ее цветные прицветники с цветами сейчас я поближе покажу вот представляете на ней сейчас имеется раз два пять вот здесь четыре видно и там вот сзади видите еще один цветонос пять цветоносов это что-то невероятное невероятно красиво и это у нее домашнее цветение я такой мединилы в магазине даже не встречала скажу вам честно просто красотка представляете шикарное растение она очень красиво цветет имеет также очень красивые листья смотрите такие темно зеленые с такими прожилками тоже очень смотрится экзотично я могу сказать и конечно же я расскажу как я сейчас за ней ухаживаю сейчас май 18 мая в общем весенний и летний период на сегодняшний день я ее поливаю маленькими дозами каждый день каждое утро то есть я просыпаюсь и в первую очередь поливаю такие цветочки вот у меня глоксиния требует полива ежедневного и мединила по чуть-чуть теплой водичкой каждый день но в доме работает кондиционер но если жарко например я могу ее чуть-чуть еще и полить вечером потому что у нее очень много цветоносов и конечно же она водичку очень быстро выпивает то есть грунт у меня получается даже между поливами остается сухим он если я утром ее полью она до вечера уже просыхает то есть вот так и раз в 10 дней поливаю ее удобрением для цветущих растений но сейчас как она так как она цветет я дозировку делаю поменьше конечно использую удобрение фертика люкс очень длинные цветоносы мне пришлось ее даже поставить хоть у нее и высокая кашпо и она у меня еще стоит на колонке как вы видите и посмотрите вот этот цветонос вот самый первый он уже видите от свел у него остались вот эти вот прицветники до цветные а сам вот этот цветонос цветками представлять вот он до пола связает какой длинный то есть она требует высокой подставки если это растение высадить в оранжерею в грунт представляю как она наберет большие размеры и когда она зацветет это будет наверно зрелище просто я не знаю даже очень будет наверно эффектно и красиво такую красотку наверно можно даже в центре оранжереи посадить я бы так сделал это мой помощник зам директора смотрит что я делаю и второе растение которое хотела вам сегодня показать этот цикос посмотрите какой он у меня пышный в этом году он у меня порадовал выпустил 11 листьев но если правильно сказать 11 вай вот посмотрите у него размеры я тоже вам скажу не маленькие вот он стоит он у меня посажен в 50 литровый горшок из-за этого он у меня разгулялся разросся корнями и выдал 11 таких вай очень очень пушистый очень зеленый такой знаете кончики все хорошие нет никаких желтых абсолютно зеленый стоит вот ему то хорошо видимо в общем они у меня тут с меденилой на пару вот занимают практически выступ такой вот у меня где витражные окна я даже не думала что он не выпустит столько в этом году расскажу немного историю потому что многие же наверно смотрят меня в первый раз я расскажу моему цикосу уже около десяти лет когда я его приобрела он у меня ровно четыре года сидел вот с этими самыми покажу вам сейчас даже нижними листьями и кстати вот ему вот около десяти лет я его купила как вот с этими листьями представляете они так и остались он их не сбрасывает и четыре года даже нара чуть побольше он просто сидел вот в одной паре и не туда и не сюда то есть и не рос и не погибал я его поливала ну и конечно же уже все спрашивали ну что же цикос у нас искусственный что ли и вот он потом стал выкидывать вае через четыре года даже наверное чуть больше четырех вы представляете я правда терпение набралась я ждала и не зря я ждала его посмотрите какой красавец сейчас на сегодняшний день я его конечно опрыскиваю иногда потому что он любит влажность воздуха и поливаю я его по мере пересыхания верхнего слоя грунта это весенний летний период зимой у меня полив скудный я его просушивая наверно полностью просто опрыскиваю и все и конечно же цикос предпочитает светлые места он любит даже чтобы попадала солнышко но не прямые вот эти палящие лучи а вот такие знаете восток запад если юг то если притяненные у меня слегка затонированные окна поэтому как бы не обжигает здесь растения и и им очень хорошо я его конечно же удобряю когда эффекте к его или для декоративно-лиственных растений чередую ну удобряю я его не часто на раз в месяц я его не балую сильно но конечно вот весной я его конечно балую перегноем добавляю в грунт ему перегноя сверху ну ему это нравится и я еще вернусь к мединили потому что я сказала уход как я поливаю и мединила конечно же предпочитает очень светлые места то есть ей нужно предоставить самое светлое место в доме вот где она у меня и находится потому что если есть света хватать не будет она не зацветет и конечно же растение не любит когда его таскают с места на место или поворачиваю и покажу вам еще раз горденью хотя у меня недавно было видео про горденью если кому-то интересно можете зайти на канал и посмотреть я подробно рассказывала как я за ней ухаживаю я просто хочу показать что у нее продолжается цветение запах стоит конечно в доме вообще потрясающе не очень нравится как пахнет горденья да кстати у меня же еще и кофейное дерево распустила два цветочка сейчас я вам тоже покажу ну гордыня тоже красотка она у меня вообще разрослась очень хорошо в общем кому интересно можете зайти на канал и посмотреть и моя крассандра тоже посмотрите сколько у нее много колосков скоро она будет стоять вообще очень вся такая оранжевая красивая я обязательно сниму видео когда у нее распустится очень много вот этих колосков это тоже зрелище конечно будет очень красивая очень нравится мне это растение такие листья блестящие и цветение и кстати у меня вот-вот распустится еще красная крассандра сейчас я вам покажу она была маленькая маленькая и и когда покупала и сейчас она в принципе хорошо подросла распушилась я ее прищипывала сейчас покажу вот моя красная крассандра у нее отличается листья если у оранжевые такие глянцевые листья то у это немного такие как бархатистые видите но тоже блестят и вот у нее уже появляются цветоносы вот цветонос скоро распустится тоже обязательно вам покажу и вот посмотрите какой кустик пушистый и везде в нее там идут боковые думаю тоже у нее потом в будущем будет обильное цветение и мое кофейное деревце я его немного из мелкого поляризатора опрыскала и вот посмотрите ну конечно цветочки держится я могу сказать чуть больше суток может даже и сутки аромат такой конечно очень приятно но он уже видите закрывается 2 но там еще очень много цветочков будет и так вот где-то по всему кустику в общем но здесь ходит замдиректора за мной по пятам он следит за мной ведь ну в общем весна продолжается у нас вообще погода прям нас балует у нас мая погода стоит за 30 28 32 то есть тоже неделю стояла вот сегодня завтра вроде по прохладнее 23 21 градус а потом опять за 30 но цветы продолжают радовать своим цветением и своим ростом подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите обязательно комментарии увидимся в следующем видео а и